Алло. Алло. Здравствуйте. Банк Хром Кредит, отдел контроля оплаты. Меня зовут Смой Игна Антонов. Необходимо услышать Елену Ивановну Блинову. Не получится вас ее услышать. Кем вы приходитесь? Это она нам скорее приходится, клиент наш. Ваш клиент? Да. Да. Понятно. В любом случае передайте, пожалуйста, информацию в нашем звонке. Пусть она самостоятельно с нами свяжется. Вот смотрите, ясно снести хотелось бы. Вы звонили на ее номер? Да. Она видела ваш звонок. Воспользовалась предложенной нами услугой переадресации. Бросила ваш звонок. Он передресовался к нам. Я вам еще скажу для общего понимания, что мы юристы занимаемся ее делами. Да я уже понял. Да. Поэтому даже если мы ей передадим, она перезванивать не станет. Более того, говорите о том, чтобы она перезвонила. Совсем будет, скажем так, некорректно с нашей стороны. Правильно. В таком случае я уведомляю о том, что звонки будут поступать до тех пор, пока у нее имеется задолженность в соответствии со статьей 355. Вы, пожалуйста, прежде чем названивать нашему клиенту, обратите внимание на переписку с банком. В банк была отправлена вся необходимая информация, где изложена сейчас теперешняя ситуация нашего клиента. И смысл ваших звонков мало того, что бесполезен, он еще и нарушает очень-очень много законов. Назовите меня хотя бы один, пожалуйста. Я вам отчет сейчас давать не буду. Не для этого я нахожусь на работе и не буду на это тратить время. Если вам любопытно, Google, Яндекс вам в помощь, пожалуйста, уточняйте. Но один из законов, который вы не должны никогда забывать, это вторая статья Конституции Российской Федерации. Я не претендую на цитату, но там написано, по-моему, что-то близко к тексту, что честь и достоинство гражданина является высшей ценностью государства. Понятно. А как вы считаете, пакет Яровой не претендует на данную статью? Не изучал данный пакет. Хорошо, я вас понял. Вот в звонках я вас уведомил, в любом случае. Так как вы ее юрист, вы понимаете всю серьезность ситуации? Ситуация серьезная, как любая другая ситуация. И то, что сейчас она делает, она максимально упростила эту ситуацию. То есть серьезность ее от этого не меняется. Но если бы она не обратилась к юристам, скорее всего, ее бы ждали действительно серьезные последствия. Но в данном конкретном случае, зная методы сжискания хом-кредита, это были бы незаконные последствия, которые банк применяет к большинству своих должников. Ну и в том же случае у гражданина есть, собственно, право любой спор решать в суде. Так вот, если вас интересует, скажем так, результат, которому человек хочет приближиться, это расторжение договора и решение всех конфликтных вопросов в суде. Но, само собой, прежде чем без суда, мы попросим вас обратить внимание на нашего клиента в формате переписки, то есть писем официальных. Конечно, существует в нашем банке досудебное регулирование, в общем-то наше дело данными вопросами и занимаются. То есть у Елены Ивановны, если же у нее имеется какая-то серьезная ситуация, то есть серьезное финансовое затруднение, она имеет право обратиться в отделение банка с заявлением. Я это знаю, но, знаете, опираясь на свой богатый опыт и вспоминая, какие предлагает хоум-кредит варианты решения, то лучше, я прямо так и говорю всем своим клиентам и сотрудники наши так же себя ведут, не вздумайте соглашаться на условия банка. Потому что банк – это механизм, заточенный лишь только на то, кстати говоря, несмотря на то, что там живые люди работают, вы даже как сотрудники банка не можете повлиять, вы только способны передавать информацию. Но ни один еще клиент не получил того результата, который даем ему мы в формате решения его вопросов. Законного результата поборы – это да. Какие-то обманы, называемые красивым словом реструктуризация – это конечно. А вот решение справедливое с опорой на то, сколько человек может платить не в ущерб себе, своей семье, детям, близким. Вот этого от банка никогда не дождешься, и мы изо всех сил, и я со всей ответственностью заявляю, что мы рекомендуем всем нашим клиентам игнорировать вообще какое-либо общение с банком, но только в том случае, если на их стороне грамотные юристы. – Понятно. То есть, вы считаете, что если наши клиенты будут платить вам, то они менее затратно произведут погашение клиентного договора? – Я ваш вопрос понял. Не пытайтесь собраться с мыслями. Я вам объясню, что получают наши клиенты, оплачивая наши услуги. Во-первых, они понимают, за что платят. Во-вторых, наши услуги стоят в разы меньше, чем те платежи, которые человек вносит в банк. Как правило, у клиента не только один кредитный эпизод. Их несколько. Ну и самое главное, наша работа длится не более 12 месяцев. Как правило, в течение 12 месяцев мой вопрос закрывает до уровня исполнительного производства, где клиент платит либо комфортный платеж, либо вообще освобождается от каких-либо уплат с отсутствием официального источника дохода. Я напомню вам, долговой тюрьмы у нас нет. Какого-то уголовного преследования за неуплату долгов по кредитам у нас нет. Чем, кстати говоря, очень успешно пытаются запугивать банки наших клиентов. В этой связи любой клиент наш совершенно спокойно может прийти к результату, который ему действительно будет удобен. мы не отказываемся платить и мы не против банков, а мы против беспредела, который чинят банки по отношению с простым людям, которые не обременены знаниями юридическими. вот и все. Понятно. Ну, в общем-то, о звонках я вас уведомил. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok